сделаю небольшую вставку в свой ролик вчера прошла информация то есть не начали звонить рассказывать о том что коляна 86 больше с нами нету я сначала не поверил потом значит стала приходить больше информации оказалось это правда что могу сказать я когда пришел в эту профессию перед этим я смотрел коляна и всегда мне нравились его ролики и я с ним лично не знаком но не показался этот человек добрейшей души открытый добрый отзывчивый поэтому вдвойне это просто утрата такого человека потерять и я в шоке я в шоке я просто сейчас даже слов нету мои соболезнования родным и близким хороших людей забирает рано к сожалению поэтому добрый путь как говорится колям поехал в свой последний путь я думаю у него светлая дорога там на небесах вот так родным и близким крепится и с моей соболезнования всем привет друзья нахожусь а в москве там у нас справа калужское шоссе едем фут сити всем привет всем привет сайн байне не хао бонжорно как там еще hello всем привет едем мы в хабаровске либо уссурийск еще точно не знаю куда будут грузиться и сколько мне уже приличное время я туда не ездил да надо по датам посмотреть ролик так и ранее какой был то мне кажется что я давно там не был в тех краях вот и сейчас там как раз ноябрь снегопады гололеды все как мы любим красота но испытать себя опять же надо поэтому самый такой сейчас будет пик холода снегопады култуки туда-сюда вот поэтому сейчас приедем не знаю местного сейчас у нас так челябинска пол в то пол четвертого здесь получается пол второго московская сегодня ли загрузит или уже завтра сейчас мы заедем машину поставим и пойдем еще на фут сити прикупим на машину уже сто лет не был да надо наверно еще пару футболок там взять там какой-то рынок есть такой небольшой вот и сходим прогуляемся и до машину чего-нибудь посмотрим вот кстати сказали мне по поводу жалуются что выпил мешает ну ребята это скорее всего знаете я бы сказал здесь играет роль камера формат то есть у меня стоит немножко широкоугольный да чтобы побольше по бокам хватало просто такое ощущение складывается что как будто у меня здесь русской ничего не видно все люди спрашивают а как ездишь и ребят на самом деле нормально ездится все видно это просто из-за камеры но раз она мешает этот вымпел я его сейчас сниму вам не мешал я чего-нибудь тогда другое повешу кубики какие-нибудь такие жить мягкие кубики на повешенную очень посмотрю вот чего еще чаще изменения изменений никаких нету в принципе все так же считая как отдохнул же недельку я с челябинска в самару приехал в самары перебежал в ульяновск ульяновский загрузился на москву и вот сейчас вот рейс на этот как на дальний восток поэтому ничего такого не было я и не записывал короткий рейс учетом по 900 километров не знаю для меня это вообще короткие рейсы человек там записывать ну правда вот с ульяновская дождь ветер боковой тяжеловато было ехать вот что тут у нас руки еду километров я вот еду еду в общем сходил купил щетки еще ни разу не тестировал фирма алка немецкая джермании стоит они 850 отдали за 802 штуки сейчас будем ставить но за счет того что на мерсах или на скамейках здесь же полка такая удобно стоять а здесь вот так вот бэц и как хочешь так и стой все время приходится за одной рукой вот за эту держаться потому что сваливаешься сейчас нам еще будут трубочку это которая разбрызгивает повесить сейчас будем экспериментировать ребят короче попарился видите какое здесь крепление короче вот на мерсах вот такое крепление я купил там стандартная но так сейчас то есть оно вот такое крепление видите оно не подходит я сейчас кое-как уже на принцип пошел не пойду я в одну смысле от далеко идти обратно оказывается вот эту штучку снять можно она вот здесь вот я прямо здесь вот отвертки поддевал и короче крышку здесь сползает ее можно снять и она превращается стандартную вот такую же штучку и все и потом можно на новую вот на эту такую же видите поставить и все я сейчас на одну уже поставил сейчас тоже разберу вот эту вторую вот эту вторую видите она у меня уже все но я с ударим комплект покупал у меня вот все износилось все сейчас вот эту сниму поставлю на новую и соответственно там под омывайку которая форсунки до брыжет водой там крепление специальное есть вот она ставится и трубочка все все заходит то есть вот с этими дырочками не обязательно которые сюда форсунки вставляется палочка это можно и вот на эти купать если вдруг кто заморочится я в плане того что можно вот такую купить стандартную и все и крепление снять и поставить на новую так что вот поранился пока тут вложу вот я ее снял видите что получается вот она вот сюда вот так вот одевается и все и защелкивается и сейчас я ее поставлю на новое все и пойдет и будет как новое дело сейчас еще это оденем и нормально будет все ладно ну все ребята поставил тут короче спереди блин место мало машина еще стояла ну так в плите ручку здесь наша машина еще стоит залез короче прямо в один заход так нормально опыт короче не пропьешь но тот как обычно брову нас к движения там машин куча ё-моё ладно сказали завтра в 4 утра ночным грузить где-то 4 пол пятого может так а здесь то сразу направо ты не выйдешь это надо будет сначала сюда там где-то развернуться и потом вот сюда поехать ладно все отдыхаем до завтра грузимся сейчас вот наша машинка что-то его нет он наверно сейчас гуляет спрошу куда он грузится и все и завтра грузимся и наверно завтра же и уедем с утра не загрузит если товар все будет на месте сразу так что вот все до завтра короче грузимся мы на фут-сити саня привет всем привет и вряда на бучику привет пошли короче в этот торговый центр прогуляемся закрыл до машина я тоже закрыл ты у нас станет откуда с челябинской вот ладно короче ходим выбираем прикупил немножко вчера все еще надо болтон даром потом не полцены отдашь почти новую кабинет пересядешь туда да 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 а сколько нить и полцены стоит 13 вот эти 13 на волю у нас раньше работал такой на волю его смотрел вот так простой это не за какой старый ну вот так вот эти вот заебись трубы они это не трясутся они жесткие который просто они вот так за проблем они гулять вечно ну металл-то толстый прямо висит что-то паренек спрашивал оригинал метлы 15 за наличку 14 ну ребята плюс 2 на постоянку и ждем документы санька еще не загрузили там опять полет осталось он куда-то пошел завтракать что-то говорит я говорю подожди меня он сюда не стал ждать так вроде все нормально 23 тонны тяжеленький поеду так что сейчас ждем документы и будем выезжать а бмв не задеваю бмв не задеваю да там смотрят пиздец блядь поставили блядь тут миллиметражи такие жесткие пиздец блядь тут миллиметражи такие жесткие я выехал сейчас тут надо развернуться ну все ребята я развернулся так сейчас тут надо аккуратненько тут ламброва у нас подъема движение а он еще на шлема стоит тут на карах носится ребята просто блин они короче цепляют ремнем и давай тут на скорость глаз на глаз нужно за ними он сзади тоже едет пытается обогнать так ладно чуть позже включили себе тут выедем отсюда ну все ребята вырвался я на оперативный простор ну как кстати без вымпела поболее да видно ну да кстати не мешает справа смотреть согласен согласен надо было давно убрать все вырвались здесь более-менее тут посвободнее сейчас у нас до 107 по ней до м7 ух ты какой porsche какой porsche да москва конечно цветет и пахнет тут все москва московская область наверно треть россии живет так у нас показывает навигатор 9 800 но по факту где-то 9 с половиной тысяч у нас до уссурийска так что мы сейчас местного местного это у нас челябинская 12 37 час дня грубо говоря это челябинская 11 утра здесь местного по московскому в принципе сегодня можно нормально проехать но так как сегодня же чем два дня же санит торчали то два дня загружали товара не было считай и как его душ охота сейчас едем до душа душ принимаем приводим себя в порядок вот и едем дальше сегодня сегодня даже не знаю так куда доедем времени в принципе не слишком позднее километров сейчас с этими пробками пока выйдем на 107 часов пять пройдет наверное по-любому так что посмотрим что у нас там владимир нижний да нижнего хотя бы ну ладно не будем загадывать так куда дойдем до туда и дойдем поехали вроде бы все сказал не буду затягивать рейс длинный у нас так что заваривайте чай если кто там покрепче пьет наливайте и смотрите за приключениями вам то хорошо а мне тут работать так 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 что там что там почему не едем ладно позже включимся не знаю где ну где-нибудь да включимся дальше так ну теперь у нас уже это электросталь сколько уже три с половиной часа едем ну сейчас еще пятьдесят светофоров здесь до семерки как раз четыре часа вышло я думал побольше пять часов четыре ну тоже немало четыре часа потеряны на сколько там на сто километров такая вот электросталь у нас контроль контролирует переклюсток электросталь и светофоров ну штук не пятьдесят точно ну штук двадцать пять тридцать точно наверное есть на каждом светофоре едем останавливаемся сейчас на этот успел я четыре три секунды это ладно работаем едем дальше пока все в рабочем режиме хотим доброе утро ребята короче я переночевал возле нижнего на объездной сейчас уже что тут у нас уже скоро чуваша тут авария пробка образовалась короче что-то там кто-то говорит что не спите ночью тут ему ответ а сам ты что не спишь что-то там газелька по-моему уехала говорит один другого догнал вот ZL ставят видно вам не видно ах ох ох о о-о-о ухо Реверсивное движение на газелька разбитая ой, грузак доехал, да, догнал нихрена тут вот это да камазик еще пострадал нихрена тут да не, давно, да, парниша ё-моё жестко что-то, вообще жестко еще и фура нихрена вам, разулся вот это да 4,5 машин кто-то заснул они придумывали круизов этих, блядь заснулся здесь что, мета аномальные очень тут постоянно вот что-то такое ненормальное происходит наверное, на этом участке через день а то и каждый божий день короче, поехали дальше я что, где-то в 6 утра встал ну, по московскому времени выехал все нормально, работаем сейчас кафешечка моя любимая заедем сейчас воротынцы, но, блин утро все закрыто проезжаем мимо, короче там-то можно было стоит кузак как обычно, москвичи крутые как всегда, они виноваты поняли москвичи, если меня вдруг кто смотрит можно и так назвать, мне кажется кто-то правильно сказал, блядь жестко, блядь грубо, но правильно сказал спать надо поначалу, блядь не емая конечно, ночью увеличивается риск аварии в несколько раз чем днем потому что уже сколько свидетелей я был что казалось бы безобидно какая-нибудь ситуация но может произойти ДТП и ДТП достаточно жесткие поэтому ночью лучше спать а под утро выезжать как бы окей в 6 утра я вот так, по крайней мере, стараюсь ладно, едем дальше работаем сегодня у нас цель до Уфы дойти там будем ночевать с утречка выдвинемся через Урал пораньше постараюсь, чтобы на базу попасть надо кое-что по машине надо будет сделать Ладно, едем дальше Управляемся в Казани до минус 19 а вот здесь слив идет оно и дороже, наверное до 19 пойдет нормально это где-то, наверное, уже в районе Читы там Улан-Удэ вот там, наверное, будет уже холодно заправляемся ревку сколько можно смешно 75, да? и 80 сделаем так, ладно, мне вторая рука нужна сейчас а, попробуем так так, ну что, проходим набережные Челны уже основную пробку проехал где вот этот Орловский Орловское кольцо по-моему называется могу ошибаться что-то я уже не помню ну где на кольце и на правую уходим вот на эту как раз пройдено едем дальше местного так, это у нас еще 15 минут пятого уже темно но все работаем дальше едем сегодня до Уфы посмотрим хочу, по крайней мере до Уфы сегодня добежать посмотрим по дороге как будет нормально пока такого да, ничего такого интересного нету все в рабочем режиме а, заехал вот ты ж зараза я не знаю похоже у меня этот который как называется регистратор он похоже у меня то ли кряхнул то ли что показывало что ошибка карты чтения карты памяти и сейчас получается новую купил он опять у меня что-то видать с ним происходит я не знаю какая причина и надо разбираться почему он выдает ошибку то есть я его выключаю включаю он минуту записывает и потом опять вот сейчас опять выскочила ошибка чтения карты вот и получаю а до этого я получается уже сейчас третью купил где-то на месяц хватало и опять у меня вот ошибка выскакивала сейчас только купил уже ошибку выдает надо я не знаю что по гарантии его отдать что ли коробка у меня не с собой по-моему ладно остановлюсь я посмотрю что там с ним по вашей настройках жалко не было печали как говорится что-нибудь то сломается ненадежная техника на самом деле оказывается именно совместно и регистратор и этот радар какие-то ошибки выдает ладно поехали работаем еще добрейшего утречка Уфу прошел ну вот она сзади осталась едем пока по широкой местного времени 7.40 в 6 часов выехал там до Уфы оставалось километров 80 я там заночевал на стоянке встал едем легкий снег идет но ночью шел поактивнее сейчас он чуть такой не сильный слабенький сейчас посмотрим что у нас на Урале будет но по прогнозу я вот сейчас посмотрел попробую вставить там циклон идет получается часть Казахстана захватывает и идет в сторону Омска между получается там что у нас Курган в Омск он так захватит но это там что прогноз на ближайшие 12 часов а это уже завтра будет поэтому скорее всего я не застану этот снег он скорее всего уже выпадет имеется ввиду а я за ним поеду посмотрим попробую вставить я периодически смотрю вот этот прогноз чем мне предстоит ближайшие 12 часов так все нормально пока едем дорога местами влажная блястит настроение хорошее боевое можно так сказать посмотрим если не слишком поздно надо на базу будет заехать я хочу там по электрике мне стопарь опять на тягаче проводка там видать перетерлась и опять тормоз нажимаю допустим говорит что стопарь стоп не работает задний ход в общем это скорее всего левый потому что он говорит что еще освещение номера не работает то есть у меня с левой стороны перетерлись провода надо сделать не затягивать с этим делом потому что светодиодные они не любят когда провода перетираются они начинают замыкать и он начинает моргать и может эти светодиодные стопари перегореть поэтому по возможности нужно сразу делать чтобы не допускать долго замыкание светодиодные они не любят это ух там тут снег пободрее пошел прям реально пободрее так это меня совсем не радует вообще не радует снег то вообще хороший пошел ладно посмотрим что дальше у нас будет да это не видно ладно поехали вот у нас 7 сейчас там внизу мост я только вот помню летом его делали он опять сейчас разбитый полгода даже не простоял я охреневаю как делают считаю перед мостом не разогнаться то есть перед подъемом все медленно едут и вот сейчас на подъеме мне вот ну окруженный жиль а что такое спасибо коллеги удачного дня а что буксуем я чуть не понял а что у меня пробуксовка шла правая сторона что ли скользко было хера себе скорость потерял вот так вот я тяжелый еще медленно еду все легкие меня уже обогнали сейчас главное чтобы там на колтуке вот этот первый подъем ну ладно что я тут колтук то вспомнил так вот тут тоже в конце подъема так ребята начинается веселуха скользковато все начинают аккуратно ехать опасно легковушкам хорошо они на шипах природа урала снег так уже пободрее пошел снег пободрее была бы вторая камера я купить надо чтобы она записывала такие интересные моменты когда проходишь опасные участки чтобы потом можно было вставлять потому что одной рукой держать телефон и одновременно еще в опасные моменты рулить ну сами понимаете удовольствие так себе чревато пока еще не проскальзывал на спуске у меня ретардер да этот скользнуло пару раз подъем нормально идем так ну ладно попозже еще включимся пока так местами скользко местами едем подъем объедем идем идем в общем идем на подъем сейчас вам по рации сказали на Челябинск говорит там дорога похуже кто стоит кто едет кто пропускает короче там хер поймешь ну навигатор показывает красная значит ничего не рассосалось сейчас посмотрим что там у нас будет происходить так что наверное это ну поехали поехали спасать что давай заедем спасать что у меня на 10 и 2 было так что по идее это должно пройти посмотрим идем на подъем я помню на этом без опыта первая зима моя по-моему на Непену в общем где-то на Камазе с механикой а там внизу короче вот там внизу стоянка я не помню сколько груженый был короче выезжаешь а тут сразу подъем идет резина холодная короче я по-моему не сильно груженый был тут еще скользко я я на подъеме на левом этом как встал все ой блин кое-как направо короче переместился с пробуксовками в общем там кое-как поднялся я на эту кору давай я помню да будет прикол здесь ну что еще без опыта как ты кого хочешь педер не или не хочешь а чё педер , . конечно . . . . . Снег усиливает, смотрите какой Урал здесь красивый, все деревья в снегу, прям вообще красота. У нас тепло помыть, заляпали. О да, снег усиливается, что не есть хорошо, конечно же, Урал как всегда бодрит, дает прочувствовать зиму, вот так вот, чтобы булки не расслабляли, нормально, бодрит, бодрит Урал, как обычно. Причем Урал он такой вот, в чем плане коварен, то есть как бы город и есть и пободрее, и покруче, но здесь вот именно быстро погода меняется, очень быстро. Точка может набежать, вывалить снега кучу и убежать. Так что тут она вот такая вот, и плюс еще, когда вот 0-2, тоже коварно, то вроде ты едешь нормально. Вот я еду и понимаю, что вот я ни хрена не соскучился по такому пейзажу, блядь. Нет, все равно красиво. Конечно, красиво. Какое такое красиво? Ну, даже видишь, муркужики подтверждают красиво как. Пальма была бы красива, блядь. Нет, вы на Урале живете. Пальма это не по-нашему. Вот, красиво, красиво, смотрите, какие деревья в снегу. Ладно, сейчас у нас спуск. Так, все, не топим, аккуратненько будем спускать. Вроде посыпано. Но все равно сильную машину отпускать не будем. Что-то тут случилось, что они стоят так опасно. Колеса меняются. Сильную машину отпускать не будем. Впереди машины тоже уже тормозят сразу же. Включаем горняк. Ну, мы нормально груженые. Вот это вот хорошо. Я спокоен, по крайней мере. Ну и расход, кстати, я вот иду. 40,6 по Уралу сейчас. Сейчас будем скидывать после Урала. Вот такой вот зимой Урал. Ладно, не будем долго записывать. Едем дальше. Там еще красная зона будет перед Златооством. Там, причем, их несколько. Видать, по несколько этих на подъемах машины висят. Ну, может, подъедем, уже рассосется. Ладно, поехали. Ну, что ж, как я и предполагал, встали. Кто-то подняться не может. А что там не пускают? Вот и все. И встали. Говорят. Еще хотел сказать, ребята, вот так вот оставляйте место впереди, чтобы, если что, легковушки могли... Они же, в принципе-то, ехать могут. Это мы там встали уже. Я к этому призываю. Штыган, скажите, что начинать на своем? Подняться не могут. Снег-то идет, хорошо так идет. Видно, не видно? Все, стоим. Сколько будем стоять, неизвестно. Так, сейчас 12 ровно. 12 ровно засекаем. Короче, все поехали, а у нас там фура. Спать лег. Спать лег или че? Поехал, блин. Ну, если спать хочешь, остановись, да? Поспи. Ну, что, он тронулся? Нет. Тронулся, поехал. Дальше сейчас посмотрим. Сколько проедем? Сколько проедем? По идее, должны поехать. Посыпали. Сколько? Полчаса простояли, да? 12.30. Полчаса. Нормально. Думал, поболее постоим. Ладно, позже включимся. Пока поднимаемся на подъем. Пошли. Че-то отстали. Тоже. Че отстали? Кричали же по рации, что заводим двигатели. Короче, опять встали. Опять кто-то поднялся. Никогда бывает. Эх, я, блин, что-то задумался, надо было расстояние оставить. Зараза, ладно. Встречка-то идет. Встречка-то идет. Постоян. Че, уже час прошел, да? 13.53, уже час. Такой вот заслеженный Урал. Ладно, че. Стоим, ждем. Постоянку прошли, стали подниматься. О, начали подниматься, говорят. Так что сейчас поедем. Я, кстати, разобрался, что происходит. В общем, здесь... А, че-то парень в рации кричал, это... Европа, праздник. Снега по колено. Ну, да хуя, блядь. Там после границы уже, блядь... Такая... Из-за этого и подняться не могут, пацаны. Там КТН... Короче... Чем дороже техники, я так понимаю, вот это, да? Тем они более требовательны к питанию. Че я сделал, как проверить? Я... Тут же аккумулятор есть. Он где-то полчаса вытягивает. Я отключил питание. И, соответственно, он только у меня на аккумуляторе. Все спокойно работало. Не писала... Не писала ошибку о том, что... Ошибка памяти. Ошибка карты памяти. Вот. Поэтому, скорее всего, я, наверное, разветвлитель этот тройник, который у меня есть, его надо менять. У меня уже с самого начала. Как у моей дальнобойной карьеры. Поэтому я еще... Ты же пустой на КамАЗе, шо он у тебя наверх не идет. Поэтому куплю, наверное, еще один дополнительный. Кургант, Шадринск. Чирапинск. Ладно. В общем, опять там кто-то подняться не может. Крадемся. Крадемся. Все, встали опять. Вот такой вот зимний Урал. Это еще нормально. Можно тут вообще на пару суток застрять. Если уж сильные снегопады идут. Какой Урал, да? Красиво. Весь снегу уже. Тихонечку идем. И снова мы стоим. Осталось совсем немножко. Вот Златоуст. Вот этот подъем крутой. Тут уже вот чуть-чуть еще. Тут авария показана. И вот МИАС уже все. Не вырваться отсюда. До базы я не успеваю. И поэтому, скорее всего, поедем дальше. По электрике хотел немножко поделать. Здесь вот крутой подъем. Автоланч вот здесь вот. Скорее всего, вот здесь вот висят. Вот зараза. Да, все планы на смарку. Уже второй час. Полвторого. Ну вот уже сколько? Полтора часа. И тут сейчас неизвестно, сколько будем стоять. Встречка-то вроде спускается. А вот мы стоим. Вот стоим. Зато вам покажу снежный Урал. Зимний Урал. Вот такой вот он. Красивый. Такой вот Урал. Чем хорошо вот на Дальнем Востоке? За счет того, что движение, поток реже гораздо. То есть, если кто-то на подъеме висит, обычно мы там как кричим. Ребята, кто спускается, попридержите. И обходим того, кто завис. То есть, ну, разгоняемся заранее. Вот. Если есть возможность, конечно же. Вот. И обходим того, кто завис. А здесь за счет того, что Урал плотный же, движение встречное идет. И, соответственно, кто-то за ним едет. Вот кто первый идет, он вот, кто завис. Второй встал, третий, четвертый. Все. И вот так махом. Буквально пять минут. Все. Набивается. Бешеная колейка. И все. И вот. И мы висим. Короче, двигатель заглушился. Сидим, ждем. У меня к чаю все закончилось. В магазин бы попасть. Сейчас бы чай поставил бы. Чай попить. Ладно. Ждем, ждем, ждем. Сейчас надо будет позвонить. Сказать, что я не успеваю тогда. Чтоб человек меня не ждал. В общем, ребята, я вспомнил. У меня есть, оказывается, наш пакет. Хе-хе-хе. Ну, а в того запустых яду на уфу. Сейчас. Хлеба нету, жалко. У меня хлеб закончился. Сейчас я бич-пакет поем и нормально будет. А то я есть хочу. И тут стоим мы, короче, уже я не знаю, сколько стоим. И встречка-то идет, спускается. А мы что-то стоим и стоим. Я поэтому вспомнил, что у меня есть бич-пакет сейчас. Хотя бы его поем. Хе-хе-хе. То есть хочу вообще. И кофе сейчас сделаю. Вот. Это там сделала автономка. Где? Приятного всем аппетита. Там что-то уже автономки ремонтируют. Который костер развел в кабинете. Хе-хе-хе. Ситрак че-то он там разобрался. В троечках загорелосьте, а троечки на единицу скини. Зафиксируй нижней кнопкой. Короче, тут веселоха у нас. Своя атмосфера дальнобойная. Хе-хе. Ладно. Все. Приятного аппетита всем. Кушаем. Время у нас уже четвертый час пошел. Кто-то говорил, что там заснул кто-то. Так что вообще здорово. Ждем. 15.23, да? 12 я засек. Уже четвертый час. Да просто так встали. Отстой 30 минут. Отстой. 45 минут. Да, да. 45 минут. Перекус. На Челябинске, ребята, когда заводить надо будет воздух на качать. Тут бы еще тронуться. Я тут прям уверен, что... Скорее всего, тут у нас еще кто-нибудь зависнет. На подъеме. Там он очень не пробует пробраться. Сюда на Озеньку. Аэробейдомой стали. Абдавар, я не знаю, что-то застоят там. Кто что говорит? Кто говорит заснул? Да, там, наверное, с ними грузами у нас здесь, блядь, с летними грузами стоят. С летними? Ну, фу, шуткайтесь посверяй, я тут проживаю. Нет, такой что он дать? Тут, короче, шутить начали, говорит. У вас, говорит, летний воздух, колеса... Как вы видите, блядь, летний груз, и по весне мутро груза. Летний груз у вас, короче, летний воздух закачан в колеса. Надо спустить, и зимний воздух надо накачать. Другой говорит... Другой говорит, нет, надо, наоборот, летний оставить воздух, потому что он будет растапливать лед, и будет легче ездить. Ха-ха-ха, кто че уже говорит? Ой, ёшкин-матрёшкин. Ну, это ещё ладно, в прошлом... Нет, позапрошлом. Пошла уже, там нормально всё, пойдёте. Позапрошлом году я вот за этот, тут, на Урале, висел сутки. Сутки я висел. Там, если километров 15-20, пока дойдёт, если тронулись, пока дойдёт до нас, это ещё час может пройти. Так что... Чё-то вообще встали. Чё встали? Чё встали? Ладно, ждём, ждём, ждём. Ну, сегодня... Длинный, длинный. Сегодня на базу-то уж точно... Не видать, пока. На базу точно уже не успеваю, поэтому... Сегодня хотя бы до Курга надо бежать, было бы замечательно. Посмотрим, с Урала бы ещё выбежать отсюда. Сбежать было бы хорошо. Всё, ноутбуд стоит. Аллилуйя, ребята, аллилуйя, не прошло и полгода, мы поехали. А снег валит, прям так капитально. Короче, там один чувак заснул. Вот люди, которые спускаются, ну, видно же, что... Камень, подвижка. Что не двигаются машины, мы стоим. Ну, посигнальте вы мимо, проезжайте. Или хотя бы скажите. Не, всем пофиг, едут. Один добрый человек проехал, уже сказал, а что вы не ездите, там у вас воля вас спит. Вообще не понимаю, как можно так взять услуги и... Ладно, всё, идём. Пока ещё рано радуемся, надо ещё выбраться отсюда, с Урала. Ладно, поехали. Буря от дальнобой. А, принял. Посмотрю, что там у тебя. Сейчас поздоровался один со мной. Будешь смотреть меня, говорит, подписчик твой. Не спросил твоего имени, спасибо, привет, привет. Вот на Владивосток еду. Поздоровались, говорит, я твой подписчик. Позрулить надо, они видюшки снимают потом. Поехали на Челябово. Поехали на Челябово, наконец-то. Опять, я что начал включить? На Уфо, ты что-то там не подымется, наверное, да? Опять встали, проехали 500 метров, опять встали, я уже обрадовался. А, блин, блин, блинский. А, ну и вот, и привет, привет, спасибо, что смотришь, спасибо, что подписан. Обязательно. Сейчас 21 век, можно в руках ничего не держать. Вон поставила на панель, она будет... Я там уже обсуждает, а я что, ну-ка, радиус поставим поменьше, а и побольше. Полное напило. Ну вот, начинает меня ругать. Я же никому не мешаю. Процесс пошел, блин. Ну что, мужики, на обочине мусор кидать-то? ДПС. ДПС. Вот, и все, и, короче, опять стали, и опять... И я вот сегодня выехал. Все, приехали. Вот, 4 утра, ой, 4 дня уже. Да, там, коллеги, сейчас по ветру, а я где-то 8 утра на Урал бы ехал, да? Поехал, блин, за ним все проехали. Целый день уже едем по Уралу. Бывает и такое. Такие вот красоты Урала есть. Смотрите, какие заснеженные, да, деревья? Слушай, а здесь снег-то вообще нормально-то валит прямо. Прямо вообще тут сугробы такие вот, особенно на обочине. Хорошо здесь прошелся снег-то. Офу, приехали, хватит. Вообще снега много. Очень много. Прямо все на Уфу. Вот это же КДМ, который не халат. Чувствительность чуть поменьше сделает, чтобы недалеко ловило. Воздух, съедем на Уфу. Вообще нормально идем, поднимаемся. Все, дорога влажная, посыпанная нормально. Натурники почистить. Ладно, идем. Нормально все. Пока, пока как? Пока в рабочем режиме. Потихонечку идем. Снега очень много, вообще много на знатолосте накидало. Конкретно. Ладно. Спускаемся очень аккуратно. 28 километров. Ну, там, говорят, впереди газелька краснодажская. Говорят, снег увидел. Все, не едет. Ну да, в Краснодаре там снег. Очень редко. Если выпадает, то она, наверное, сразу же растаяет. Там снег-то не лежит. Смотри, пешком доедешь, чем подъедешь. Ну, а мы спускаемся потихонечку. Все медленно идут. Хотя можно было бы и побыстрее. Ну, да ладно. Я, по-моему, восьмерку я лишнее сделал. Хотя мне нормально. Ладно. Ох, сколько снега-то. Е-мое, ее навалило-то. Ладно, поехали. Все тогда. Что-то я уже много записываю. Но позже включимся уже с Уралом. Короче, спускаемся уже после... Я не знаю, что тут у нас. В общем, пробка в сторону Уфы просто огромнейшая. Давай газу-газу на Уфу, ребята. Там такая колейка тоже собралась. На подъеме до полной, смотрите. Уфу, если там впереди пробка. Короче, ребят, кто поздоровался, всем привет. Огромный привет. Уфу, наверное, на полной, на подъеме на двойной. Поздоровались. Всем привет огромный. Спасибо, что смотрите. Очень-очень-очень-очень-очень рад этому. Спасибо, что... Я очень рад, что нравятся вам мои ролики. Стараюсь. Как-то душу вкладываю, естественно. Время выкраиваю, чтобы монтировать. Это же тоже не все просто так. Что взять и... Потому что куча нарезок же у меня же состоит из многих... Как сказать... Не одним же этим потоком видео снимается. А их куча же нарезок. Их надо... Уф ты, ешкин, матрешкин, блядь. Не говорит. Ёб твою мать, куда ж так-то? И так тут обочина у нас. Вот. И эти как его... Нарезки надо же склеивать это все. Ну там, короче, делов-то тоже немало. Потом его с... Как его... После того, как монтаж его нужно... Там называется рендеринг. В общем, короче, программа его монтирует. Это тоже, да, снег идет или нет? Не в видео превращает. Потом еще... Да, сука, вообще снега нету. Потом заливать его на YouTube. Да, принято, принято. В общем, там тоже делов очень много. И все же это... Выкраиваешь время. Где-то не доспал, чтобы... Чтобы порадовать людей. Так что вот. Едем. Радует, что говорят, что в Челябинске сухо. Ничего там нету. Как я рад, что я щетки поменял. Блин, я бы сейчас мучился. Сейчас красота. Просто красота. Так, ну что, у нас выбираемся потихоньку. Мы с... Снегопада. Сейчас уже поменьше. Ну, как нет, он идет, конечно. Ну, не так сильно. И надеюсь этот... Доедем. Оттуда, где не будет, у нас уже снег. И побыстрее пойдем. Надо немножко нагнать время, чтобы отеляно. Сейчас уже пол пятого. Я еще с Урала даже, даже не выбрался. Считаю, в восемь въехал. Сейчас уже пол пятого. Ну, целый день, грубо говоря, ехал. Ну, тут уже все нормально. Тут уже дорога посыпана. Немножко все прибавили к ходу. Ну, газелька эта краснодарская. Вот, видать, этот... Я не знаю, кстати, если газелисты смотрят, по идее, на зиму же вставят шипованную же, да, как и на легковой. По идее, так, потому что, ну, все газельки летают, как легковые едут. Вот, а тут он вообще, то есть, он, видать, на это, то ли на всесезонке у них, наверное, или что, летнее. Ну, если летнее, то суда сунулся, но это вообще отчаянный. Но он на аварийке, короче, крадется. Чувак встрял. По идее, нет, наверное, все-таки на газельке-то зимнюю ставят резину. Я вам просто не в курсе. Да, зимнюю должны. Там же этот, есть, зимние. Так что вот, так что вот. Отчаянно, краснодарский. Поехал. На Урале еще снегопад. Все, мы почти, практически выбираемся из циклона. Да, он уже небо там посветлее чуть-чуть. Отлично. Отлично. Опа. Ладно, позже включимся. И вот, ребят, для контраста, да, снега вообще нет. От слова совсем. И уже не первый год я замечаю такое, что вот снег в Челябинской области позже выпадает. Гораздо позже. Уже в Башкирии снег, допустим, лежит на Урале. А здесь вот гораздо позже. Так вот, для контраста чисто. Дорога хорошая. Так что вот, ну ладно, едем дальше. Сейчас на заправку заправляемся и топаем дальше. Сегодня надо пробежать подальше. До Кургана хотя бы сегодня до Кургана надо. И на Кургане, наверное, на этой, как ее там, сибирские ворота или как они там. Ну, первая стоянка. Я обычно там стою и туда заедем. Там будем ночевать. Если место будет, конечно, еще. Потому что мы поздно приедем. Посмотрим. Ладно, поехали. Так, заправил. Левый бак заправил, сейчас правый. Короче, до минус 26, уже зимняя. Зимняя соляра идет, хорошо. Фары помыл. Помыл. Все чистим. Все тип-топ. Так, ну сейчас сюда еще чуть-чуть долью. Она пока перетекет. Стопари помыл. Все, все чисто. Все окей. Заправляемся и едем дальше. Все нормально. Работаем. Всем привет. А, холодно. Тут где-то минус 7. Челябинский. Стоянка, нахуй. Куда там заходить-то, нахуй. Ямы по колено. Поехали дальше, нахуй. Слева на позвалины зайдем. Короче, тут все, которые стояли на Урале, теперь мы здесь стоим. Это круга, она что-то, нахуя. Там, в общем, перед... 223 километра показывает, там. На Урале где-то там поставили. Перед Татнефти, короче, они там поставили реверс. И теперь мы тут все собрались. Нас такая толка. Не знаю, мне, блядь, вот здесь понравилось, нахуй, и постираться, блядь, на камнях вот этих. Ну вот, если сюда идти, то она справа. О, целый день стоим. Нормально. И покормили, блядь, вкусно, блядь. Все заебись. Нам вебе этого очкарика, который стоит на четвертых. Нахуй, чертки. Короче, уже башка болит от разговора. Не знаю, видно, не видно. Вон там машины стоят. Короче, вот так вот все полностью. Целый день сегодня стоим. В общем, я не знаю, сейчас бы проехать этот светофор, да вставать где-то уже надо, хорош на сегодня.